Так, чат, давайте посмотрим про провальный фестиваль фурии. Фурии, нет, фурии. Вы поняли. Был, оказывается, когда-то, блядь, давно фестиваль фурии. Фестиваль для фуриёбов, блядь. И он обосрался. Я думаю, там знатно кринжи будет, чат. Так что, да. 7 минут всего идёт. 7 минут. Нет задушек, блядь, задушек только ты тут. Где мы? Мы на Рейнфюрест. Где мы? Мы на Рейнфюрест. Да. В сентябре 2015 года группе фурии пришла в голову гениальная идея. Рейнфюрест. Конвенция, сделанная для и с помощью фурия. Это их история. Я принёс сюда всё грязное бельё, так что вам повезло, ребята, и попрошу вас, мистера, не постить этого видео. Рейнфюрест — это Дэшкон, наоборот. Если Дэшкон провалился из-за своих организаторов, то Рейнфюрест был уничтожен собственными участниками. Блядь. Я абсолютно уверен в том, что нет подтверждений слухов о наличии злого проклятия над Рейнфюрест. Я... И, наконец, я с превеликой радостью объявляю... Вообще, все эти лю... Блядь. Блядь. ...2015 открытым. Сначала прошёл конкурс талантов. На нём всё прошло гладко. Эти всратые косплеи, всратые, блядь, люди, во всратых костюмах. На всратом, блядь... А! Я так понимаю, там вагин или член? Но облизился вечер, и многие участники начали налегать на выпивку. Ёбаный пиздец, блядь. Короче, я... Знаете что? Я хочу отметить, что я, в принципе, не против людей, которые увлекаются какой-нибудь хуйнёй. Там, фури или ещё какая-нибудь штука. Но, знаете, вот везде есть грань. Это как люди, которые увлекаются аниме. Ты можешь смотреть аниме, тебе может нравиться аниме. Всё отлично. Но как только ты начинаешь ходить по геймскону или какой-нибудь хуйне в костюме долбоёба-анимешника и отыгрывать какую-нибудь хуйню год за годом и вести себя как имбецил, всё переходит в какую-то грань. И вот с фури то же самое. Вам может нравиться фури, но как только вы ждёте какой-то фестиваль для того, чтобы нарядиться в ёбаные костюмы, отыгрывать там какого-то лисёнка, блядь, начинается пиздец. Они почему-то все конченые. Ну прям неадекватные, отвратительные и в большинстве своём уродливые. Я не знаю почему. Это реально какая-то неотъемлемая часть. Абсолютная физическая непривлекательность, абсолютно неадекватные поведения. Всё это совокупно, блядь, входит в один какой-то, блядь, вот такой, я прям не знаю. Какой-то прям вот, знаете, как будто бы просто фестиваль для тех, кого сделали брат и сестра. Я не знаю почему, я не знаю почему это связано. Да, это какое-то извращение, но отвратительное извращение. То есть, всё это выглядит отвратно, неприятно, неприятно. Они все выглядят неприятно. Просто жесть. Спасибо Killed by Lasers. Я за собой это замечаю милли... уже тысячи раз. Вот сколько я раз на это смотрю, блядь, одна и та же картина. В любой стране мира. Спустя несколько часов началось разрушение. Кто-то специально скрутил болты с одного из туалетов, чтобы после следующего смыва вода затопила всё вокруг. В итоге мы имеем довольно глубокую лужу. На место был срочно вызван сантехник, но ущерб уже был нанесён. Вода просочилась на нижний этаж и затопила подвал с серверами. Тем временем работники отеля и охрана угрожают выгнать некоторых постояльцев. Так как кое-кто отключил уловитель дыма, чтобы спокойно выпить в номере. О боже. Очевидно, что уловители стоят в номерах не без причины. В зоне джакузи кто-то собрал все эти полотенца и бросил их прямо в спа. Ну а перед этим одно полотенце было скручено в рулон и вставлено в водяной насос, что нанесло ущерб на тысячи долларов. Блядь, какие просто конченые, блядь. Блядь, зачем? Чё не так? Знаете, что самое ужасное? Большое количество этих людей взрослые. Если вы думаете, что это делают какие-то школьники 15-летние, как раньше, я не знаю, там, ну, где-нибудь в школе имбецилы страдали говном. Нет. Нет. То есть это реально взрослые мужики, бабы, трансгендеры. Взрослые люди. Им, блядь, по 20 с хуем лет большинству из них. По 20 с хуем. Однако в кое-чем они всё-таки превзошли Дэшкона. Пока там мучатся в бассейн шариками, тут уже сбрасывают бомбы в бассейн. Снова тревога из туалетов. Ходили слухи, что кто-то просверлил Глори Холл в одной из кабинок. Однако этому не было подтверждений. Но нашлись подтверждения тысячам баллончиков с оксидом азота, которые просто валялись в холлах и номерах. Но это было лишь начало проблемы с наркотиками. После пара ребят переела грибов и была отвезена в больницу. Затем один участник был задержан за сексуальное нападение. Я говорю, вы, ну, я, вот, вот про это, ну, серьезно, вот про это и речь. Когда я вижу какого-нибудь фурьёба или вообще отбитого анимешника, именно вот, понимаете, о чём я. Я понимаю, что передо мной просто стоит какой-то дегенерат. И без исключений. Без исключений. Абсолютно. Потом был задержан ещё один за обыкновенное нападение. Ещё группа людей переборщила с алкоголем и была отправлена в больницу. С фури-челами лучше не связываться. Ну, блядь, с ними в принципе лучше не общаться. Страшные, убогие, блядь, ебаные. Чё с ними, блядь, общаться-то? Тем временем, на другой стороне парковки было арестовано двое человек. Одного арестовали за приобретение, другого за сбыт нелегальных веществ. Наркотики стали главной проблемой. Но вскоре по коридорам стали бродить они. Они называют себя шуршалами. В честь звука, который они издают во время ходьбы. И да, некоторые из этих подгузников полные. Другие гости от... Какой трэш. Телли не были в восторге. Чуть позже они стали разбрасывать еду и под... Что с этим люби не так? У них какое-то расстройство? Ну, на самом деле, твое умозаключение недалеко от истины. Дело в том, что когда у нас не в порядке с головой... Нет, давайте по-другому скажу. Определенный психотип человека действительно больше склонен к определенным видам деятельности, либо каким-то хобби. Проще говоря, когда человек обладает каким-то психотипом, в целом достаточно легко, если вы точно определяете его психотип, вы можете легко определить практически со стопроцентной вероятностью спектр вещей, которые ему нравятся и которые он разделяет, которыми он увлекается. Люди на самом деле ужасно предсказуемые существа. Мы все очень предсказуемые. Мы все пиздим о своей индивидуальности, но на самом деле никакой индивидуальности нет. Мы крайне предсказуемые. Есть куча подгрупп и не более. И в каждой из этих подгрупп миллионы людей все крайне похожи, крайне одинаковые и не более и не менее. От музыкальных вкусов заканчивая жанрами кино и прочей хуйни. Вот. Так вот о чем я? Когда... Вот я к этому и веду. Вот когда человек ходит в костюмах на фестивале и реально представляет себя тем, тем, тем и тем, ты действительно можешь сделать вывод, который скорее всего со стопроцентной вероятностью... Ну ты понял. Объяснить тебе, что это за человек. И вот ты задаешь вопрос, типа, они что, ненормальные? Типа, они дегенераты? Ну как бы да. Я не удивлен, понимаешь? Когда вот я перед тем, как посмотреть этот видос, я же сказал, что это пиздец. То есть я знаю, о чем я говорю. И когда я шучу про ебаный GamesCon или Игромир, вот, Игромир, не GamesCon, извините, про ебаный Игромир и про косплеерш оттуда, бля, к сожалению, это... Понимаете? Это типа жеза. Это определенный пласт людей. И большинство из них неприятные. С определенными наклонностями и... Косплей сюда не относишь. Слушайте, есть несколько типов косплея. Самый распространенный тип косплея это продажи сексуальности. Не более. Это где вообще похуй на косплей, это просто продажа секса. Самый ходовой косплей. Все. Есть другие косплеи, там, где люди там охуеть как стараются и пытаются действительно воссоздать образ персонажа на тысячу процентов. Они не преследуют наличие сексуальности, выбирают сложные образы, значит, соответственно, воссоздают их, работают над костюмами невероятно долго. И это другой вид косплея. Это такой, знаете, вид искусства в какой-то степени. Да не в какой-то степени, это и вправду искусство. Вот. Ну и в принципе, чего, блядь. И еще есть просто долбоебский косплей. Когда люди просто хуяят косплей, потому что хотят быть к чему-то причастными. Типа, самая распространенная хуйня такая, это, например, на Игромире, когда чуваки ходят в костюмах Амбреллы. Знаете почему? Потому что это самый простой способ быть в теме. Ты просто покупаешь костюм оперативника Амбрелла, напяливаешь на себя и ходишь, и все. И их там, их там килотонны. Тебе и становится страшно от этого? Мне? Нет, блядь, чувак. Я такое дерьмо видел, что... И ебаный фуриё бы, блядь, и косплеечки меня точно не напугают. Гузники в садах и на лестницах. Они вели себя как животные. И еще одна важная вещь, о которой я хотел бы поговорить. Отель с этого момента... Пошли в жопу. В моем последнем косплее ни сисек, ни жоп. Именно поэтому о нем никто и не знает. Задумайся. А все косплеи, где были сиски и жопы, почему тебя... Все о них знают. Вот про это я и хотел сказать. Что... Да, современный косплей. Современный косплей. Мне доводилось общаться с представителем фури комьюнити. Он говорил о перестройке мира и что у него есть парень, который лежит в психушке. Он, кстати, тоже фури. Вот почему, блядь, до одного добрались, а до второго не смогли? Места, что ли, блядь, кончились или чё? В чём причина? ...вас вести себя прилично. Знаете ли вы, как работают кнопки в лифтах? Вам не обязательно сжать их своими ногами. Просто напоминаю вам об этом. Несколько часов спустя. Наденьте уже штаны и перестаньте крушить всё вокруг. Но это ещё далеко не конец. Имел место быть инцидент, когда на чужих машинах были найдены подгузники. Отель был брошен в полной разрухе. Пиздец. От 4 до 6 недель спустя. Хилтон отправил письмо со списком причин, по которым отель больше никогда не будет проводить Рейнфюрест. Эта конвенция нанесла урон отелю больше, чем все другие похожие собрания в этом году. Но дело было не только в ущербе, так как в ответ Рейнфюрест предложил 150 тысяч долларов на проведение следующего собрания. Рейнфюрест был настолько токсичным, что Хилтон ответил. Нет, спасибо, отдайте свои деньги кому-нибудь ещё. Далее появился... А смысл, бля? Они там на ремонт, наверное, и больше потратили. ...выбилась довольно большая проблема, так как крупные отели начали разговаривать. Хилтон поговорил с Шероттон, затем с Мэриотт, затем с Холида Иина, затем с Хайетт, затем с Бест Вестерн. Но дальше больше. Кто-то массово рассылал отелям письма с предупреждениями не проводить следующий Рейнфюрест. Вскоре в Сиэтле не осталось ни одного отеля, который хотел бы принять их. Ни один отель на территории штата не хочет принять нас. Ни один от Сиэтла до Беллинхема. Также интересно то, что организаторы знали, кто отправлял эти письма. Вещи, которые были описаны в этом письме, были известны только одному человеку. И да, я, вероятно, догадываюсь, кто бы мог это сделать. Также известен вероятный мотив данного деяния, и это меня бесит. Если вы пропустили, то, судя по его словам, автором этих писем является тот же самый человек, который разбрасывал повсюду подгузники. Не имея другого выбора, они стали искать отель дальше, за пределами города. Им повезло, не смогли найти предложение от Спокейн, который хотел дать им шанс. Но к февралю случилось немыслимое, так как Саботер в подгузниках отправил еще одно письмо, и Спокейн отменили свое предложение. И таким образом Рейнфюрест 2016 был отменен. Охренеть, просто потому, что не смогли найти, где его провести. И... Вот она, история Рейнфюрест. На данный момент, так как Рейнфюрест собираются провести снова, в отличие от Дэшкона, и Рейнфюрест 2017 обещает быть лучше и больше, чем раньше. Погнали! РФ 2017! Они снова его проведут! Они снова его проведут! Да! Хилл! Как много воспоминаний! Как много воспоминаний! Упс, уже нет, пока я монтировал видео, я наткнулся на это. Конвенция отменена навсегда. Пока! И еще кое-что. Пару месяцев назад я сделал видео под названием «Мальчик на шаре. Нерассказанная история». Так, ну это другая хуйня. Я не удивлен. Я не удивлен. Я не удивлен. И надеюсь, что они его никогда не проведут. Я не удивлен. Абсолютно. Оу, фак!